Итак, сегодня мы разбираем совершенно неприличную, с первого взгляда, тематию. Вещь, которая настолько спорная и странная, что все наши главные толкователи пророков, книг пророков, говорят разное. Каждый говорит свое на эту тему, каждый имеет свою позицию по поводу этого поразительного отрыва. Здесь всего шесть предложений. Это очень короткая глава, двадцатая глава. Но то, что в ней написано, выглядит, естественно, слышится тоже. Крайне-крайне странно. Давайте мы сначала прочитаем материал, а потом попробуем вообще разобраться, что здесь происходит, что случилось такое страшное. Значит, по сука Олег говорит. Ну, мы это мы прочли уже очень быстро. Бешна, год, два, когда пришел Тартам, некий человек, которого звали Тартам, Ашдо, да, в город Ашдо. Ну, тогда это был совершенно другой Ашдо, там жили сплошные филистимляне. Сегодня там живут сплошные не филистимляне, а русскоязычные евреи. Да, бешло о то, когда послали его, послал его Саргон, это еще одно имя Санхирива, как говорится в Талмуде. Послал его Санхирив в Мелех Ашур, царь Ассири. Баилахэм, он воевал Бе Ашдо, с Ашдо, да, то есть воевал с этим палестинским городом, Баилкеда, и захватил. Это первый послал, который мы прочли. Теперь, буквально, коротко-коротко, в двух словах мы начали говорить об этом в прошлый раз. Давайте разберемся. В тот момент, когда действительно палестинский город пал, то есть когда ассирийцы показали, прям непосредственно рядом с тем местом, где жили евреи, свою мощь, пророк Ишаева получает информацию. Происходит это еще раз за три года до падения Санхирива. То есть надо так понять, что трагедия еврейского народа, остальных десяти колен, она уже произошла. То есть с десятью коленами Санхирив уже разбирается. Но Ирушалай и Иудеи еще в порядке. Послух второй говорит, «Баэт во время Айидо. Дебе говорил Машем, Всевышний, бея в руку». Очень странное выражение, мы в прошлый раз обратили внимание. Говорил в руку. Говорят, ухо. Говорил в руку Ишаягу. Ишаягу бе-амоц, сына Амоца. Ишаягу обратился к пророку Ишаягу. Лего, говоря, «Лех, иди». Пока непонятно куда и зачем. Зачем нужно куда-то идти для этого. «Уфитахта». И ты откроешь, может быть, снимешь, может, развяжешь, «асад мешковину». Ишаягу «Меаль матнеха» С твоих чресов. То есть, ты вроде как снимешь мешковатую одежду с твоих чресов. «Венаалха» И ботинок твой. «Тахлоц» Празуешь. «Меаль раглэха» С твоей ноги. «Баяц» И сделал «кер так», «галок», чтобы пойти. «Аром-ве-я-хэ» Голым и босым. То есть, пророк Ишаягу здесь написано «пошел голый босым». Куда он пошел и что происходит, пока непонятно. Дальше само пророчество. То есть, начинается с того, что надо раздеться, идти голым босым, а теперь информация. Посуд Гиману. «Байомер Ашер» Сказал Богу. «Ка Ашер-такак» «Галак» Пошел «Авди» Раб мой Ишаягу «Арум-ве-я-хэ» Голый босым. То есть, точно так же сообщают пророчества, как голый босой пошел пророк Ишаягу. «Шалош-шаним» Три года. Непонятно, к чему относится три года. Неужели «Шалош-шаним» относится к тому, что пророк Ишаягу должен в ближайшие три года ходить в голову? Это просто что-то невероятно. От знак умолвает и знамена. Видимо, Шалош-шаним три года может относиться все-таки к словам знак и знамена. Через три года будет великое знамена. «Аль-Мицраим» по поводу Египта и «Аль-Куш» и по поводу Эфиопии. То есть, видите ли, пророк Ишаягу должен был страдать и ходить голым из-за египтяна и эфиопии. Потому что какое-то очень важное событие должно было произойти с этими двумя странами. По сути, дарит написано. «Кен» так «Инаг» поведет «Мелех Ашур» царь ассирийский так поведет ассирийский царь Сахирих «Эт-Шиби» плен пленников Мицраим Египта «Эт-Галут» и изгнание «Куш» Эфиопии с таким же образом голыми басными поведет куда-то в полон ее возьмет плен царь Санхирир Египтян Эфиопов Неарим юношей Узакени и стариков Аром Веяхе голыми басыми и причем вот этого было мало сообщить, что они голые басы Творец через пророчестве передает достаточно жесткое неприличное выражение Ва-ха-су-фай Шет С загаленным тем местом, на котором сидят Подробности То есть это слово очень странно Слово Шет Мы его разберемся Но оно по всем Здесь никто ни с кем не спорит Означает именно это место на котором сидят Вот с этим загаленным местом Зачем-то нам нужно об этом узнать сейчас срочно Толпа Египтян и Ефиопов пойдет в изгнание Как тут выясняется Особенно египтян Потому что написано Эрват Нагота Мицраем Египта То есть Бедные египтяне Голые Именно в этом месте Они пойдут Ну Простой смысл этого стиха Зачем нужно говорить про это самое место на котором сидят Он вроде как такой Что даже когда говорят Про человека Что он ходит голый Босой Это не означает Что он ходит Совсем Как нудист На пляже Это может означать Что он Сверху голый Снизу голый Босой А там Вот на этих местах Как-то Что-то Какая-то тряпочка Что-то Хотя бы Хоть что-то На нем одето Посередине Его тела Нет Говорит Творец Передачи Из права Пешаев У этих Как раз Посередине Не будет одета Довольно странно Дехату И они унизятся Вабошу И они опозорятся Микуш От Египта Ма ботам Их вид То есть Как бы Уберется Весь красивый вид Имеется в виду Да Вот и фигожие Умин Мицраем От Египтян Тиф Артам Их красота Это делается В том числе Для того Чтобы Зачем-то Лишить Их Достоинства И красоты Потому что В принципе То что Они будут Побеждены То что Эти страны Будут разорены Осирийцами Это уже Довольно Сильный удар По этим странам Мы об этом Говорили Разрушение Культуры Все это Уже было Обсуждено Но Тут оказывается Что этого мало То есть Нужно их Лишить Красоты И лишить Их Такого Почетного Славного Вида Зачем Ну и последний Посуд Вы знаете К какому Примет Относится Ну это как раз Может это Сейчас тоже Нет Посмотрите Это Посмотрим То есть Мы Не можем Так сказать Ни от чего Быть застрахованы Но То что написано Здесь Конкретно Конечно Речь идет Именно про Те здоровые Времена Страшные Когда Санхериф Опустошал Регион И последний Посуд Говорит Веамар И сказал Скажет Йошев Ай Йошев Это тот Кто сидит Ай Это не Китайская Фамилия Это слово Означает Остров На еврейском языке Просто И Это Остров Алифин Теперь Что это за Остров Опять-таки Все согласны Что словом Остров Здесь называется Почему-то Яра Цистоя Которая Никогда Островом Не была Не было Не было Такого С ней Вообще Что она Была Остров Что это Такое Жители Этого Острова Островитяне Нашли Островитяна Израильтяне Островитяне Они Скажут Боем В день Ау То есть Израильские Абригены Островитяне Не скажут Ине Вот Ко Такова Такова Маботей Видение Наше То есть Вот мы Смотрели На этот Египет Мы Смотрели На эту Эфиопию Мы Надеялись На их Помощь И Что Вместо Помощи Мы Получили От Эгиптян Вот Это Самое Голое Место На котором Сидят Это То Что Мы Получили Вместо Помощи Скажут Евреи Аше То Что На Сну Бежали Ша Туда Ле Изра За Помощь Мы Туда Бежали За Помощь Ле На Цель Спас Отца Мип Ней Из-за Чего Мелых Ашу Из-за Царя Осилистов То есть Мы Как раз Надеялись Что Мы Сейчас Туда Сбежим Заключим С ним Какой То Мир Устроим Коалицию С Египтянами С Эфиопами Ким То Образом Сможем Противостоять С Противостоять С Что Происходит Вот Эти Вот Люди Которые Должны Были Быть Руководителем Этой Коалиции Идут С голыми Вот этими Вот местами В плен Угнанный Этим Самым Санхиривом Мы с вами Говорили Что Санхирив Предпочитал Гнать В плен Прежде всего Титулованных Особ Важных Людей Поэтому То Что Здесь Люди Идут Немного Неодетые Это Непростые Люди Это Например Какие-нибудь Египетские Жрецы Длинные Вереницы Один за Другим Идут Извините В таком Виде И это Конечно Страш Сопрушительный Удар Удар По культуре Конечно Потому что Вы знаете Что Тогда Отношение К этому Совершенно Было Другое Мы сейчас Об этом Будем Говорим Так В Эйх И как Не Малет Сможем Быть Спасены Анафтомы То Есть Заканчивается Все На Вопросительном Знании Евреи Островители Задают Вопрос Если Вот Эти Могучие Страны По сравнению С нами Могучие Эфиопии И Они Попали В такое Жуткое Положение И В таком Жутком Виде Опозоренные На Все 100% Они Идут В плен Видимо Закованные В кандалы Будет С теми Кто Попробует Оказать Хоть какое-то Сопротивление Великому Ассирийскому Завоевателю Вот Их Вот так Будут Вести В таком Виде В ассирию Вот Это Вся 20-я Глава Пророка Ишая Вопрос Конечно Простой Который Задается Прежде Что Это Было Значит Во-первых Зачем Пророк Ишая Нужно Раздеваться И Как Это Понимать Какие Будут Комментарии На Эту Тему Ну Первым Делом Я Хочу Не По Хронологии Сегодня Это По Строить А По Простоте Я В принципе Мы Могли Ити По Хронологии Давайте Все Таки Будем Ити По Хронологии Значит Торгум Я Натан Значит Наш Великий Арамейский Переводчик Тот Самый Заменитый Равин О Котором Мы Периодически Говорим По Субботам Здесь Разбираем В комментариях Тори Арамейский Он Говорит Казалось Бы С точностью Наоборот По сравнению С тем Что Здесь Написано И Это Очень Странно Он Говорит Что Ты Иди И Не Раздей Мешковину А Одень Мешковину То То Это Откроешь Ты Мешковину Это Имеется В Что Ты Должен Ее Расправить И На Себя Потом Одеть Так Он Это Объясняет И Раша Ему Поддерживает Что Поскольку Он Раньше Эту Мешковину Пророк Еше Не Одевал Значит И Надо Одеть Сейчас Что Получается Босой В мешке Это Уже Вполне Нормальный Вид Для Пророка Особенности Когда Речь Идет Про Траву И Единственное Что Непонятно В этом Комментарии Причем Здесь Тогда Его Внешний Вид К Тому Что Дальше Происходит Потому Что В стихе Написано Так Поведет Царь Ассирийский Пленник От Египта С Голыми Вот Эти Мо Места Если Ты Говоришь Что Пророк Еше Он Не Раздевается А Наоборот Одевается То Какая Связь Пророк Еше Я С Этими Голыми Египтянами Этот Комментарий Конечно Замечательный Такой Уважаемый Мы С ним Естественно Не Можем Никак Спорить Но Мы Не Очень Если Он Одевается Они Раздеваются Если Он Ходит Голым Это Знак Того Что Сейчас Пророк Разделся Все Это Можно Понять Хоть Как Вот Они Пойдут Голые Так Что Как Он Только Что Оделся А Не Разделся Поэтому Это Несколько Такой Удивительный Странный Комментарий Рада Крабина Дови Кимфи Предлагает Удивительную вещь Он Учитывает Вообще Его Дорогу В таких Случаев Я Позволь Себе Почитать Это Важнейший Комментарий Эта Вещь Не Может Быть Объяснена Напрямую То есть Невозможно Это Понять Прямо Что Приказал Всевышний Своему Пророку Чтобы Он Ходил Голым И Босым Не Дай Бог Калиру Пишет Бросни И То Что Сказал Тоже Всевышний Пророку Гошия Другому Пророку Что Ты Должен Жениться На Блуднице И Родить От нее Детей Знаменитое Место Когда Пророк Оиши Как Объясняется В Талмуде Он Несколько Грубо Выразился В отношении Евреев А Это Вы знаете Бывает Когда Евреи Замучивают Пророка Равина Равина Так Вот 25 Лет С ними Работаешь И В какой-то Момент Можно Начать Выражаться Неадекватно По поводу Евреев И Когда Творец Сообщил Через раз Пророку Оржи Что Евреи Согрешили Наделали Ледилок Он А ты Знаешь Поменяй На Какой Другой Народ Ответил Пророк Всевышний То Есть Ну Никто До Него Еще Прям Не Высказывался И Творец Ему За Это Устроил Значит Он Сказал Иди Женись На Блудницу Ради От нее Детей Все Значит Поживи С ней Какое-то время А После Он Сказал Теперь Разводи С ней И Выгони Я Не могу Ее У меня Дети Я На Ней Женат А Сказал Творец Вот Что Это Твоя Блудница И Дети Которые Вообще Не Известны Это Твои Дети Или Не Твои Ты Не Можешь Теперь Выгнать Потому Что Ты С ней Сжился А Я Чьи Дети Это Авраам И Схак И Яков И И Потом Ки Я Шам А Вы Вы Ну Это Известно Теперь Говорит Радак Что Это Совершенно Невозможно Комментировать Впрямую Ничего Такого В Реальной Жизни Не Было Чтобы Пророк Уоши Творец Сказал Идти В Публичный Дом И Искать Там Женщины Жениться На ней Абсолютно Невозможно Не Может Такого Быть И То же Самое Что Было Сказано В Четвертой И Четвертой Главах Значит Он Цитирует Непопорядок Пророк Ехес Например Потрясающая Мистерия Которую Разыграть Пророк Ехес Сбрить Все Волосы И Треть Волос В Одно Место Треть Там Сжечь Треть Развеять По ветру Это Знак Того Что Будет С Иврейским Изгнанием Всевышний Пророк Уходить Лысым Абсолютно Исключено И То же Самое Что В Другом Месте Четвертой Главе Сказал Что Ты Возьми Текст Потрясающий Пророк Ехес Ты Говорит Я Тебе Дам Вместо Человеческих Экскрементов Извините За выражение Я Тебе Дам Экскременты От Домашних Животных И Ты На Этом Навозе Будешь Жарить Себе Хлеб Будешь Изготавливать Себе Хлеб Будешь Себе Тоже Такая Метафора Хлеб Который Человек Кушает Который Изготовлен На Чем На Продуктах Так сказать Человеческой Жизнедельности То есть Вот это Вот Все Это Все И Подобное Этому Абсолютно Не было Приказано Специально Сделать По-настоящему Но Все Было Говорит Радап Бемар Эан Ва Пророческом Видении То есть Что Происходило В тот Момент Когда Пророк Получал Такое Указание Он Видел В своем Видении Всю Эту Историю Как Будто Он Идет Блудниться И Как Будто На ней Пошли Дети Это Такой Был Сон Он Видел Огромный Длинный Такой Кошмарный Сон О том Что Он Пошел В Блуднице Женился И Дети Непонятно Его Или Не Его И Потом Творец Говорит Ему Разводиться Это Все Был Огромный Такой Кошмарный Сон Пророк Так Это Все Было Сделано И Несмотря На То Что Это Могло Быть Долго Например Три Года Потому Что Когда Он Пошел Жениться На Этой Блуднице Он Должен Был Родить Неск Детей И Это Годы Продолжен Все Годы Они Промелькнули В Его Сознании Это Все Годы Говорит Родак Были Во Сне И То Самое Было Абсолютно Здесь Ни В коем Случа Нельзя Говорить Что Пророк И Шая Уходил Голый Он Это Представлял Себе Тоже Очень Странный Коментарий При Всем Огромнейшем Уважении Великого Комментатора Робеда Виккинки Очень Сложное Место По Этому Комментарии Выглядит Немножко Странно И Что Вот Он Вот Он Это Все Представился И Че И Кому Это Нужно Какой В Этом Смысл Если Этого Никто Не Видит Это Не Я Я Смотрю Это Жан Только Должен Сидеть Попредставлять Тебе Как Он Ходит Голый И Что С Этого Будет Если Только Мы Не Скажем Что То Что Пророк Представляет Себе По Указу Всевышнего Это Некая Высшая Реальность Которая Влияет На То Что Происходит Здесь И Так В общем Сказать Наверное Можно И Нужно В связи Между Двумя Нашими Великими Решениями Первыми Мудрецами Рамбамом И Рамбаном Рамбам Маймонит Известнейший Маймонит На эту тему Утверждает Что Все Что Происходило С Аврамом Авину Когда Пришли К нему Ангелы Это Было Видение Ангелы К нему Пришли Сказали Что У него Родится Ребенок Это Все Это Все Происходило Это Было Пророческое Видение Рамбам Категорически С этим Не согласен Все Это Было Наяву Говорит Он Так Если Мы Говорим Что Это Да Пророческое Видение То Тогда Мы Должны Сказать Что В Эти Видения Пророков Это Было Гораздо Больше Ну Несравненно Больше Чем Какой То Страшный Сон Это Было Некое Такое Представление Которое Поскольку Оно Было В голове Не У простого Человека Пророка Очень Сильно Изменял Реальность Но Это Тоже Не Так Просто Все Сказать Это Был Радан Рабину Довит Альт Шулер Мецуда Довит Ну Классический Комментатор Который Считается Самым Простым Комментатором Он Конечно Так Комментировать Это Все Не Он Видит Эти Сложные Комментарии Которые Нуждаются В Добавительных Комментариях Сами И Он Объясняет Все Впрямую Что Он Говорит Раша Сказал Что Пророк Нишая Никогда Не Одевал Мешковиду Чтобы Ее Снять Рабину Довит Альт Шулер Говорит Да Деван Потому Он Скорбел Об Изгнании Десяти Колен Объясняет Мы Знаем Речь Идет О том Что Событие Происходит Уже Незадолго До Прогнали С территории Северного Царства И Он Носил На Себе Мешковину Из-за Страданий Из-за Скорби Говорит И Всевышний Сказал Вот Это Все Надо Снять И Остаться Голым И Он Пошел Пишет Что Он Ходил Голый Басок Теперь Что Такое Три Года Ходить Три Года Голой Посоль Ну Я Вот Знаете За Что Купил За То И Продают Как Написано Здесь Если Читать Посуд В Действительности Абсолютно Естественно Как Он Написан Получается Действительно Что Пророк Ишая Сказали Что Три Года Он Должен Ганикул И Говорит Суда Что Это Знак Того Что Будет В конце Трех Лет С Египтом И С Эфиом То Что Видите Ли Пророк Ишая Должен Уходить Три Года Голой Чтобы В конце Это Представить Невозможно То Гораздо Проще Объяснить Как Говорит Мальмор Что Все Так Эти Три Года Они Относятся К словам Знамения Знак То Они Касаются Египтян Что Через Три Года Все Прозойдет С Египтян Вот И И Вот Это Вот Слово Теперь Что Они Пойдут Да Оголенными С Этим Местом На Котором Сидят Это Тоже Он Объясняет Как Все Теперь Последний Как Всегда У Нас Мальмор Самый Современный Наш Комментатор Самый Важный Который Говорит Очень Важный Вообще Зачем Это Все Нужно Он Говорит Что Так Как Мы Говорили Неоднократно Что Тогда Когда Творец Дает Какое-то Злое Пророчество Что-то Страшное И плохое Говорит Это Пророчество Всегда Можно Отменить То есть Можно Раскаяться Можно Помолиться Все Это Можно Какие-то Заслуги Приобрести Неожиданно Но Если После Того Как Было Это Дурное Злое Предзнаменование Дано Были Произведены Какие-то Практические Действия Пророкам В этом Мире Уже Ничего Никогда Нельзя Будет Обменить Эти Действия Нужны Для Того Чтобы Получилось Что В этом Мире Действия Нашем Мире Уже Есть Знак Того Что Так Будет То есть Поскольку Вот Это Изгнание Египтяна Ефиопова Было Абсолютно Необходимо Для Евреев Для Жителей И Остров Для Необходимо Было Для Израильтян Вот Это Изгнание Ефиопов И Египтян Чтобы Посмотреть На Него И Очень Очень Важная Вещь Должна Была Происходила То есть Нельзя Было Чтобы Это Отменилось Или Чтобы Нельзя Было Это Отменить Пророк Должен Был Ходить Голом Пророк И Шая Ходил Голом Недолго Утверждает Не Три Года Какой То Добре Может День Может Меньше Он Должен Был Ходить Голом Чтобы Как Бы Все Чтобы Увидели Все Такую Страшную И Спросишь Как Это Можно Чтобы Он Объяснил Это Потому Что Через Три Года Произойдет Страшная Речь С Египтом И Софионом Пророк И Шая Был Человек Очень Извест Наверняка Это Пророчество Дошло Нужно Египтян Точно Потому Что И Жрецы Всеми Такими Эзотерическими Моментами Интересовались И Связь Была Между Святой Землей И И В Этом Весь Был Фокус Что Пророчество Было За Три Года Ты Можешь Три Года Готовиться Можешь Голову Свою Разбить А в Стену Но Ты С Голым Вот Этим Местом На Котором Сидят Пойдешь Вызнание Василии Что Ты Сейчас Три Года Подряд Не Делал Как Бы Ты К Этому Не Готовился Как Бы Ты Не Укреплял Свои Крепостные Стены Что Бы Ты Не Делал Для Договориться Со Сирийским Царем Ничего Тебя Не Мат Потому Что Знак В У нас Есть Слово Вот То Есть Ягодицы Совершенно Нормальное Такое Еврейское Слово Которым Это Все Называется Вы Знаете Что Это Очень Поп Музыки Есть Такая Очень Болезненная Галаха На Эту Тему В 53 Главе Шелханора Хавраха Где Написано Что Кантор Хазан Который Молится В синтагонии Он Может Быть Уволен Если Он Неправильно Себя Видел Ну Например Если Его Застались Нееврейки Или Например Если Он Настучал Государственные Органы На Собрата И Есть Тому Свидетели То Его Никто Не Предупреждает Его Увольняют Сразу Но Если Например Он Сдел Не Столь Страшные Вещи А К Примеру Как Там Написано Сквернословит То есть Он Периодически Может Вот Использовать Не только Нормальные Но и Идиоматические Обороты Речи Вот эти Вот Матерные Например Да Или Например Вот Страшная Вещь Он Поет Не Еврейские Нескромные Песенки Да И это Очень интересно Что В наше Время Такое Вообще Бывает Чисто С Некоторыми С Некоторыми Кантерами Не будем Показывать На них Пальцем И смотреть На них В зеркало Которые Иногда Начинают Петь Нееврейские Песенки Их Вроде Как Никто Не умольняет Ну Во-первых Мы стараемся Петь Более Менее Скромные Кошерные Тексты Нееврейских Песенков Или Переделывать Эти Тексты Во-вторых Все-таки Конечно У нас Уже И Уровень Праведности Общий Не совсем Тот Который Нужен И это Эти песенки Они порой бывают Просто необходимы Для того Чтобы Постановить Контакт Так сказать С Обществом Игрейским Вот Но так или иначе Эти песенки Называются Прекрасным Выражением В Талмуде И в своих законах Ширей Агавим Песни Ягодичные Ягодичная музыка Что такое То есть Это та музыка Которая связана С тем Что ниже пояс Веселые песни Которые намекают На всякие Вот эти моменты Которые ниже пояс И это очень хорошее название Такое Яркое Никогда не забудешь Как называется эта музыка Поп Музыка Вот как Вот слышится Так и называется От этого самого Слова ягодицы Поп Музыка Никогда не забудешь Что это прямо Точный перевод Северийского языка Нет Ну ладно Понятно что Поп Это английское слово Которое не означает Это Но для нас Это прямо Точное попадание В перевод С еврейского языка Ягодичные Песни Так вот это вот Слово здесь не употребляется Здесь почему Говорит с вами слово Шер Шер это очень хорошее слово Оно Одновременно Является Именем Третьего сына Адама Шер Первый Каин Второй Эбит Третий Шер Каин Убил Эбит Остался Шер И от Шета Произошла Вся человеческая Цивилизация В основном Потомки Каина В основном Немножко осталось Через жену Ноаха Которая была От Каина Остался Каин В этом мире Тоже Но в основном Это Шет От него Произошли Все И Надо сказать Что одним из тех Кто произошел От Шета Был Хам И здесь Ну а прямой Потом Шета Девятое поколение После Шета Это Ноах И вот Рисына Шем Хам И Ефе Это В том числе Египтяне И Ефеопы То есть здесь Вот это слово Оно очень хитро стоит Оно конечно Намекает на заднюю часть Вот эту вот Мягкую Но С другой стороны Так сказать В переносном смысле Еще здесь Как бы Намекается на то Что есть связь С третьим сыном Адамом Что вот эти люди Которые На самом деле Прямые потомки Великого человека Которые происходят От людей Они попадают В такое чудо Вечное положение Положение Позора Который Тогда Считался Хуже смерти Мы сами говорили Что Тогда Когда Царь Аманитян Большой антисемит И большой затейник Отправил Потомство Царя Давида На половину Значит С бритыми бородами И на половину И на половину Отрезанной Одежды Так чтобы у них Тоже вот Эти места Все были видны Но только С одной стороны И Выгнал их Из города И они должны были Идти пешком В таком виде Это был Единственный случай Ну один из Речайших случаев Скажем так Когда царь Давид После взятия Столицы Аманитян Применил пытки Потому что Для того времени Взять мирных Пришедших с подарками Посланцев царя Обрить их наполовину Раздеть их наполовину И пустить Так сказать Гулять Это было Гораздо проще Было и лупить Чем такое с ними сделать Позор Очень-очень Высоко ценился Сегодня нам Че это Соболит Люди Голые По улицам ходят И причем Их никто не раздел И никто Одежду не порезал Они вот так Сами Броют Как животные По улицам Никого уже Ничего не беспокоило В старые времена Это была Катастрофа Было Голым Куда-то Кого-то Повести Тем более Важного человека Гиперских жрецов Раздеть Показать Их заднее место Вот это Вот это И перед кем Плебей Который вообще Читать наверняка Не умели Эти ассирийские солдаты Они должны смотреть На этих Звездочетов На этих ученых На эту академию наук Который с голым Вот этим вот Ралста Толпой Идет И все Гогочут Шутки Легче умереть Легче шабубить Так вот Этот вот момент Это называется Слом шэд Что Человек Были доведены До такого позора Но слово шэд В прямом смысле Как заднее место Это от того Что Собственно происходит Слово Имя шэд Тоже Гуштат Штия Основание То что находится В основе Шэд Он называется Шэд Третий сын Адама Еще с этим словом Потому что он является Основой человеческой цивилизации Из него пошли Самые важные люди От него произошли Вот И Хава Когда она родила Шэда Она говорит Шатли Легче Взера Хэр Так От Эвер Каин Что Мне Установил Дал Воснование Установил мне Бог Значит Новое Семя Вместо Эвеля Которого убил Каин Так говорит Хава То есть это Нечто Что находится В основе Установленности Понятно Это место Находится В основе И оно Так сказать Цементирует На нем Человек сидит И проводит На нем Годы Друзья мои Вы знаете Что на этом месте Человек проводит Годы В самых разных местах И на стуле И на стульчике И То есть Это место Является Действительно Главным Цементирующим Таких И не дай бог Есть какие-то Неприятности Происходят с этим местом Начинать что-то болеть Это Очень важно И вот это место То есть основа Так это будет переведено Так здесь оно упоминается С загаленными основами Они пойдут Вот такой Точно Они пойдут Эти жрецы Эти египтяне Они пойдут В плен С загаленными основами Ирбак Митсраэм Нагота Египта Почему именно Египтяне Почему именно Нагота Египта Ну вы знаете Что В принципе Победение Египтяна В старые добрые времена Мягко говоря Не отличалось Скромностью Вопросов Половых отношений То есть Мы с вами знаем Что во времена Когда евреи Туда попали Одним из страшных Испытаний Было то Что То это самое Ирбак Митсраэм То есть Нагота Египетская Она Могла оказать На них страшное воздействие Там люди Получали Удовольствие И удовлетворение От чего Только возможно И невозможно Себе сегодня Представить Там Как вы понимаете В дело шло все Мальчики Девочки Животные Все что вы хотите Все вот это вот Оно естественно Употреблялось И поэтому Как мне кажется Что это такое Ну как Это же происходит Постепенно Как и в наше время Сначала человек Получает удовольствие От Чего-то Традиционного Исчезнут Чего-то традиционного Потом Муж надоедает Эту традицию Сколько ему нужно И он пробует Что-то нетрадиционное Когда он попробовал Уже нетрадиционное Он понимает Что это все-таки Недостаточно Экстремально Ничего такого особенного Ну мальчик с мальчиком Девочка с девушкой Ну и что Вы знаете Насколько я правильно И себя правильно Понимаюсь Я не увидел Случайное объявление Что сегодня В городе Иерусалиме Должен был пройти Очередной пора Как говорят молодые люди Не опять основа Да Так вот Вот это вот Красота Это тоже приедает И ты понимаешь Настоящий экстремал Будет идти дальше Что это все Это человеческие взаимоотношения Ничего такого особенного Интересного А вот Сколько есть Разных Видов Животных Сколько разных И каждый раз Это будет что-то особенное Экстремальное Безумное То есть мы не постепенно Развращаемся Никто не начинает Сразу с козы Сначала смотрит на соседа Вы понимаете Не дай бог Тьфу-тьфу-тьфу Как говорится Да Так вот Об этом и нет разговора Что Они так себя вели В Египте И поэтому Все заканчивается чем Что если ты слишком много В неправильных местах И с неправильными целями Загаляешься Придет враг Загалит тебе вот это место И поведет тебя Совершенно не в этих целях А просто Чтобы все на тебя Голово смотрели Какой ты есть То есть вот это вот Было Сейчас не стыдно Да Сейчас Тогда Они это все Конечно Делали Но так же Публично Выйти И дай бог Это конец Это страшный позор Это полный Таталсток Сейчас уже переплю Сейчас ситуация такая Человек в общем В этом отношении У него Как писал Один Известный автор Покойный Нам как аппендицит Поудаляли стыд Это У многих людей Просто нет этого Ощущения Никакой проблемы С этим Как есть Так есть Ну это Такая Специфическая Что есть Антоний Безопасный Современная Современная Болезнь Такая Современная Болезнь И это то Что здесь написано То есть Получается Что Пророк Ешая Должен был Быть знаком Для этого Естественный Наш вопрос Какое К нам Лично Все это Имеет отношение Но мы понимаем Что история Достаточно Яркая Голый Пророк После этого Голая Толпа Высокопоставленных Египтян Которые Буквально Чуть-то Не гонят Сквозь строй Ассирийских Варваров То есть Это все Выглядит Это кино Это такое Голливуд Но Не дай бог Хас Вишон Сравнивать Голливуд Какой-то С книгой Пророка Я в самом Хорошем смысле Это очень Зрелищная Но конечно Книга Пророка Дает Несравненно Больше Чем просто Хлеба и зрелищ Ее читают В чем здесь Дело Оказывается Весь фокус В этом шестом стихе В этих жителях Остров Ключ ко всему этому Загадочному явлению В этом слове И Остров Еврейский народ Святая земля Называется Островом Что это такое Вообще Оказывается Формальный Повод Для этого В том Что действительно Вокруг Святой земли Есть вода Какая Какая Это формаль Неформальный Неформальный Повод В чем Что еврейский Вообще Анклав Называется Островом Потому что Мы всегда Остров Еврейский народ Это всегда Отдельное Совершенно место Израиль Говорит Пророк Ишаяху Это по По определению И Вот такой вот Островочек Маленький В котором Живут евреи А вокруг Бушой Такие Что только Не происходит Вокруг Этого острова Какие только Жуткие события Там не происходят Империи Поднимаются И падают Там разрушаются Отношения Культуры Все вот это Происходит Вокруг Нашего Маленького Острова Но наш Остров Должен Все время Смотреть Вокруг И делать выводы Потому что Конечно Мы остров Мы отдельно От всех Но то что Происходит Вокруг Это Так сказать Как мы говорим Мусар Аскер Это специально Обучающая Программа Мир Который Нам показывают Это обучающая Программа Для всех Нас Чтобы мы Делали правильные Выводы И правильность Агрия В данном Случа Чем Заканчивается Вся Глава Евреев Спрашивает Если Вот эти Египтяне На которых Мы так Надеемся Что Они Защитят Нас От Санхери Что У нас Будет Такая Какая Нибудь С ними Коалиция Шмолиция Мы Хоть Как То Можем Противостоять Санхери Если Если Они В таком Положении Гонят Голой Вот Этой Вот Через Через Всю Святую Землю Так Что С Нами Будет Ой Вот Это Великая Цель Почему Потому Что К сожалению Любой Нормальный Нормальный Невеликий Правиль Нормальный Человек Устроен Таким Обыдем Что Пока Все Соседи Друзья И Родственники Не Откажутся Ему Помогать Он По Настоящему Молиться Не По Настоящему С Богом Разговаривать Не Начнет Ну Мы Знаем Мы Что Мы Мы Сначала Сначала С этим С этим С этим С тем Ну Как Разберем Ну Мы Свои Люди Найдем Возможность Решить Проблем Тогда Когда Ты Понимаешь Что Никакой Дядя Петя Или Дядя Срулик Тебе Эту Проблему Решить Не Поможет Все Ничего Людей Нет Которые Тебе Помогут Вот Тут Ты Уже Просто Была Из Брейера Когда Уже Нет Выхода Ты Начинаешь Как Следует Обращаться К Богу И Говорить Слушай Ну Нет Никто Ж Не Может Помоги Помоги Это Очень Важный Момент Еврейского Народа Для Людей Которые Жили В Иерусалиме Перед Тем Когда Туда Пришел Сухий Пока Они Надеялись На Египтяна И Эфиопа По Отношению С Богом Не Складывались Как Это Было Еще Не То Что То Пока Они Надеялись Пока Египтяну И Эфиопов На Понимаете Были Надеты Штаны И Они Представляли Собой Что Такое Серьезное Что Можно Уважать И На Что Можно Положиться Они Еще Были В штанах Понимаете В этот Момент Еще Евреи Думали О Они В штанах Сейчас Они Придут Они Нас Спасут Мы Сейчас Договоримся То То Вместо Того Чтобы Обращаться К Богу Они Уже Были Готовы На Все Условия На Все Союзы С Фараоном С Египтянами Только Чтобы А сирийцы Тут Поганой Метлой Все Из Иерусалима Не Что Происходит Для Нас Делается Специальная Пантомима Пророк Ешаялга Выходит На Улицы Видимо Святого Города В Холом Караул Понимаете Человек Который Не Просто Самый Уважаемый В стране Представить Себе Что Позор Этого Человека Стоит Ну Например Представим Себе Еврея Который Срывает Мешковину С пророка Ешаялу На Рынке И Оставляет Его Город Сколько Это Стоит В Равинском Суде Нет Таких Денег Этот Человек Будет Всю Жизнь Работать На То Чтобы Расплачиваться За Этот Позор У нас Все За День Понимаете Человек Обращается В Равинский Суд Моральный Ущерб И Если Это Моральный Ущерб Такого Человек Как Пророк Ешаяга Это Вообще Никогда Не Расплатиться Всю Жизнь Ты Будешь До Конца Своих Гей Работать На То Чтобы Расплатиться За Моральный Ущерб Такого Человека Так Он Сам Выходит Голый В И Русалиме Не Просто Переполох Люди Суман Сходят Что Так Не Может Быть Он И Спокой Голый Объясняется Дорогие Друзья Ваши Египтяне Ваши Ефиопы Которые Штанах На которых Вы так Полагаете Вот так Они будут Идти Как Я Вот так Они будут Идти Когда Их Возьмет В плен Санхилиф И Ничего Им не Поможет Через Три Года То есть Еще Три Года Ничего Им Не Поможет То есть Правильные Евреи Которые Такое Увидели Они Уже В этот Момент Прекратили Надеяться На Каких Быто Небало Египте То есть Правильные Евреи Которые Увидели Это Пророчество И Поняли Что Имеет Ввиду Пророк И Правильных Людей Было Довольно Много В то В то Время Еще Находилось Потому Что До Этого Был Праведный Царь После Этого В этот Момент Был Праведный Царь Ну Я Мед Е Там После Ахаза Был Киския Египетская Армия И Наведет Порядок Нет Никто Не Приедет Египетская Армия Она Придет Только Она Будет Вся Без Штанов И В Цепях А Так Они Конечно Да Они Пройдут По Святой Земле Вам Понравится Это Будет Очень Меличное Зренище Во Главе Со С Жрецами С Голыми Вот Этими Вот Они Пройдут Василия Прошествия Проследует Это было Сделано Для Как всегда И тогда Когда это Действительно Произошло Даже Самые Простые Даже Самые Необразованные Люди Поняли Что Никакой Помощи Никакой Поддержки Со стороны Этих Людей Естественно Речь Не И Эта Драма Которая Была Разыграна Пророком Мишая Она Была Естественно Сделана Для того Чтобы Люди Понимали На Кого Они Могут Рассчитывать На Кого Не Могут В Принципе Мы Должны Оговориться Должны Это Сказать Что Мы Никогда Не Можем Полностью Рассчитывать На Каких То Союз Так К сожалению Устроена Жизнь У Еврейского Народа Что Найти Союзника Который Никогда Не Был Антисемитом И Например Никогда Не Будет Антисемитом Не Представляется Возможно То есть В какой-то Момент Как-то Так У нас Всегда Было Что Любой Наш Друг И Сосед С которым Мы вместе Что-то делали Он Что у него С головой Происходило Превращался Во врага Сколько Это Раз Начиная С древней Истории Там С царем Давидом Когда Сначала Были Какая Была Дружба С Амонитяном Был При Давиде Какая Была Началь Все Было Прекрасно После Этого Поменялся Царь Умер Царь Амонитян Который Дружил С Давидом Его Сын Отрезает По Полбороды По Полодежды До свидания Пошли Голые Гулять Понимаете Его Послы Царя Это Происходит Непонятным Способом Мгновенно И В какой Бо Стране Это Не Происходило Какие У нас Были Чудесные Отношения В Германии С Немцами Всю Первую Половину 20 Века По их Лето Исчислению До 30 Годов Какие Были Одна Все Все Было Прекрасно Во Время Первой Мировой Вой Мы Как Немцы Помогали Никогда Ивреев Не Обижали Защищали Ивреев Во Время Первой Мировой Войны Чем Очень Сильно Как Вы Знаете Ввели В Заблуждение И Во 50 Друзей Хватит Но Человек Который Понимает Что Такой Еврей История Иврей Который Понимает Что Такой Еврей История Должен Каждую Минуту Ждать Что Твой Друг Который Уже 20 Лет Уже 50 Лет Друг Завтра Встанет Недруг Потому Что У него Что Повернется В голове И Он Наконец Вспомнит О Что Ты Жидовская Морд И Вместо Того Что Своей Мордой Дружить Мне Надо Придеть Он Вспомнит О Потому Что Это Течет В Крови Кровь Не Вода Как Говорят В таких Случа Понимаете И И Поэтому Вот Сам Вахт Вот Сейчас Придут Египтяне Сейчас Придут Эфиоп Они Придут Но К сожалению Вот Эту Картину Замечательно Показать Как Наши Враги Которые Должны Быть Нашими Друзьями Которых Мы Хотели Взять Союз С Голыми Пятыми Точками Идут Через Святую Землю В плен Эту Картину К сожалению Нам Не Всегда Показывают Показали Только Один Раз Но Это Модель Надо Из Модели Учиться Надо Понимать Что Те Люди На Которых Ты Надеешься В Лучшем Случ Это Лучший Случ То есть В Худшем Случ Они Как Раз Придут И Начнут Тебе Что Тоже Бывало Периодически Ты На Его Как Раз Надеешься Ты Ему Как Раз Открываешь Объять Он Приходит Тебе Поголос Но В Лучшем Случ Он Опозорен Голый Пойдет В Плен Когда Его Победит Тот Враг Который Придет Завтра И Тебе И Поэтому Единственное Что Да Бывало А что На Ефрея Можно Рассчитывать А Если На Ефрея Нет Ну На Своих Конец Но Он Кого Еще На Своих Мы Должны Рассчитывать Ни В коем Случ Вы Знаете Что Грех Предательство Это Очень Серьезное Преступление Вы Знаете Мы Когда Каемся В Своих Грехах Мы Начинаем Ашамну Богатну Ашамну Это Мы Просто Провинились А Богатну Богедан Это Предательство Мы Предавали То Есть Второе Слово В Этом Списке Грехов Связано С Предательством То Есть Это Очень Страшная Вещь Это Касается Как Вы Понимаете Своих Что Это Означает Это Означает Что Человек Допустим Кого-то Не Защитил Ни За Кого-то Не Вступился За Кого-то Не Вступился Это Очень Серьезная Проблема Когда Например При При Евреи Обижают Кого-то Другого Еврея Ты Можешь Помочь Поддержать А Ты Почему-то Стошевался Решил Этого Не Делать Не Поддержал Не Помог И Человек Остался Опозоренным Или Например Он Обратился К тебе За Помощью Помочь В Тяжелый Момент А тебе Денег Стало Жалко Или Времени Или Еще Чего Стало Жалко Это Ему Не Помог Это В принципе Все Может Быть Квалифицировано Там Сверху Как Предательство Это Очень Страшная Веча На Евреев Конечно Надо Друг На Друг Мы Обязательно Должны Обязательно Другу Поддерживать Мы Должны Все Время Друг Другу Доказывать Что На Нас Можно Положиться Именно В Это Дело Что Тогда Когда Еврейский Народ Сплоченный Когда Все Вместе Все Внешние Опасности Несколько Раз Меньше Несколько Раз Менее Страшно И Мы Сами Неоднократно Видели И Изучали Вот Это Вот Шесть Стихов Шесть Предложений Двадцатой Главы Вот Которая Переходит Двадцать Первую И Это С Божьей Помощью Мы Уже Дальше Будем Учить Я Буквально Двух Словах Сейчас Анонсируют Речь Идет Про Новое Пророчество Связанное С Вавилон Нет Очень Странно Потому что Мы Уже Выучили Все Про Вавилон Мы С вами Говорили Что Пророк И Шая За Много Лет До Этих Событий Рассказывал О том Как Малукоднецар Значит Там Бедненький Будет Поддержан В итоге Хотя Еще Ничего Не Началось Вавилоняне Только Собирается Развернуться На исторической сцене А еще Этого Ничего Не Был Это Все Уже Было Нам Скажем Здесь Опять Но В Несколько Более Завуалированном Виде Зачем То Говорится О Вавилоне И о том Что с ним Происходит В принципе Интерес Вавилону Понять Потому что Вообще Это Место Такое Знаковое Как Мы С вами Понимаем И Прежде Всего Потому Что Первому Храму Во Времена Которого Пророчества Предстоит Пасть В руки Вавилонян Предстоит Пасть В руки Новохононосора И Из-за Этого Все Время Во времена Первого Храма Пророки Возвращались К теме Вавилона Возвращались К этой Стране Что же Такое За место Что же Такое За народ Чем Он Отличается От всех Остальных Если Ему В руки Таки Отдадут И Этим Не Отдали И Тем Не Отдали Тех Остановили А Вавилонян Дали То есть Чем Они Таким Особенным Отличаются Это Вопрос Который Действительно Задается Многими Пророками Вот Здесь Мы Можем На сегодня Остановиться И В следующий Раз Продолжить Потому что Целую Главу Продолжение следует